В самом разгаре юношеская футбольная лига это престижный сибирский турнир, в котором участвуют и наши команды с Алтайского края. У нас сегодня в студии главный тренер команды Алтай 2007 Денис Стрельников и главный тренер команды Алтай 2008 Александр Грушин. Друзья, приветствую вас. Добрый день. Ну что, давайте немножко познакомимся с вами, расскажите нашим телезрителям о том, как вы вообще попали в футбольную карьеру, как игроки, а потом уже и человек, который с кромки поля руководит футболистами. Денис, давай будешь первым. Ну, моя, наверное, футбольная карьера началась, как и у всех маленьких мальчишек, которые желали гонять мяч. Начал я в своем городе, в Новолтайске, где родился, наверное, с 7 лет после борьбы. Захотелось как-то больше в коллективе участвовать с ребятами, взаимодействовать. Ну и как-то постепенно-постепенно мне это понравилось дело. После этого в 14 лет перебрался как раз таки в школу Алексея Смертина, где сам занимался с 14 лет практически и до, наверное, 21-22 постоянно был в этой школе. И после обучения в УЗИ туда же меня позвали работать тренером. Ну, Саш, теперь твоя богатая карьера. Что было у тебя из интересного и памятного? Ну, как и все ребята, играл во дворе с утра до вечера. В какой-то момент учитель физкультуры свозил меня на Динамо, показал тренеру. В общем, с 8 лет я начал заниматься футболом. Дебютировал в 2002 году на профессиональном уровне, а закончил в 2018. Было много клубов, интересных было событий, очень много насыщенных. И в 2019 году поступил звонок со школы Алексея Смертина. Михаил Николаевич Путинцев позвонил. Я приехал, составил разговор, и как-то я так согласился. И теперь работаю коллег-тренером. Ну, и юношеская футбольная лига настигла и вас. Кого-то настигает уже в последний год. У тебя выпускники. Будем надеяться, что не последний. Да. Юношеская футбольная лига. Что это вообще за турнир? Что это за тусовка? Это возможность, в первую очередь, для ребят показать себя, наверное, прежде всего в Сибири и в дальнейшем уже по всей России для других, наверное, топ-клубов, которые у нас есть в России. Ну, в первую очередь, это возможность проявить себя, свои наилучшие качества, со всех лучших себя сторон показать. Это 10 команд в этом сезоне, да, по крайней мере, 10 команд, с которыми можно, нужно, можно играть, проявлять себя. Полноценный чемпионат, то есть как и у взрослых, да, в премьер-лиге. То есть команда играет одну игру дома, команда играет одну игру на выезде, два круга. Ну, то есть, в первую очередь, это для ребят создано, да, потому что мало турниров, было раньше мало турниров для них, для такой проявления возможностей, да. А сейчас уже полноценный третий год идет, все, что для них делается, все, что для них возможности проявляются, это только в плюс. И для нас, как для тренеров тоже, это есть возможность расти, развиваться, где-то что-то подсматривать, где-то учиться у кого-то, да, чему-то новому. То есть, ну, такой самый, наверное, наилучший турнир, в котором можно сейчас участвовать. Ну, то есть можно сказать, что это такая маленькая репетиция взрослого футбола, взрослой жизни футболиста? Да, даже не маленькая, это какая-то уже такая более уже средняя, наверное, уже ближе к взрослому футболу, потому что, еще раз повторюсь, да, полноценный чемпионат идет, полноценные игры, также домашняя, плюс там неделя тренировка, поехали там на выезд, другую, с другой командой сыграли, вернулись, отдохнули, там, встретили другую команду в гостях. То есть, ну, полноценный чемпионат, но уже более приближен к взрослому футболу. Саш, расскажи, вот футбол юношеский, да, он все равно же, он чем-то же отличается от взрослого. То есть, может быть, качеством, эмоциями, то есть, что такое, какая вот изюминка? Ну, допустим, я скажу свой взгляд, как я это вижу, в чем различие взрослого от юношеского футбола. Взрослый футбол, все-таки, он нацелен больше на результат, потому что профессиональные клубы, профессиональные команды, они готовятся, вкладывают деньги, определенная ведется работа на всех уровнях. И, в первую очередь, от тренера, от команды требуется результат. В юношеском футболе, ну, я считаю, мое мнение, что результат, он, конечно, важен, но в первую очередь важен тот момент, чтобы ребята научились играть в футбол. То есть, чтобы они, грубо говоря, вот 17-17 лет, вот в этот период, то есть, грубо говоря, обучились самым основным моментом, что для футболиста важно. То есть, это и тактические какие-то моменты, и, соответственно, технические, ну, и физическая подготовка. Плюс, Денис уже сказал, что это как приближено к взрослому, то есть, все то же самое, микроцикл прошел, игра, микроцикл прошел, игра, то есть, в этом плане, это где-то сходство очень большое есть в этом. Но, опять же, повторяюсь, в первую очередь, я считаю, чтобы ребята научились играть в футбол, и кого-то заметили, и пригласили в какую-то хорошую команду. Денис, твое мнение? Да, я полностью согласен в плане того, что для ребят это, в первую очередь, не то, что там нацеленность больше какая-то на результат, больше нацеленность на правильное понимание футбола, да, так как уже и техника, и тактика, и физические составляющие, чтобы уже в более взрослом уровне, да, там, третья лига, вторая лига, первая лига, чтобы там у них уже было общее понимание, что там надо делать. Это, естественно, больше закладывается здесь, в детском футболе. Ну и такой общий вопрос, но который, я думаю, наверное, нужно затронуть. Парни, 16-17 лет, да, в основном, ну вот именно у вас, это не только футбольная тема, но и, в кавычках, около футбольная тема, в том плане, что это такой переходный возраст, из ребенка уже в юношу, из юноши готовятся стать мужчинами. Вот как с психологической точки зрения бывают, ну, все равно моменты, как вы, тренера, включаетесь в этот момент, как помогаете им? Ну, в какой-то степени бывают, да, проблемы, связанные и со школой, и с обучением ребят, да, то есть где-то бывает, что перекрестные вот эти моменты, что где-то надо его отпустить и на экзамен, где-то надо его отпустить и что-то там еще сделать. Ну, не без этого, да, то есть разговариваем с ребятами, где-то в этой уже роли мы, наверное, больше, как, наверное, так сказать, менеджеры, да, то есть содействуем с ними не как тренеры, да, там, не как родители больше, а пытаемся с ними договориться, то есть больше, чтобы, ну, наладить контакт, понимание между собой, соответственно, это потом все же переносится уже на футбольное поле, если ты не наладил там с тем или иным футболистом контакт, не нашел общего языка, ну, я думаю, что он и не будет проявлять себя на поле так, как тебе это надо. А если получилось, у тебя с ним наладить контакт, у вас есть понимание друг с другом, да, там, где-то его отпустил, где-то вошел в его положение, да, то есть, ну, соответственно, на поле от него должна быть соответствующая отдача, она и будет, наверное. Соглашусь с Денисом, то есть это очень важный момент, чтобы футболисты понимали тренера, слышали его, впитывали то, что он говорит и была взаимообратная связь, то есть на поле, то есть ты им говоришь, да, в раздевалке что-то, и когда они уходят на поле, то есть, когда у них это получается, ты понимаешь, что тебя футболисты слышат. Ну, еще только момент здесь, в этом переходном возрасте сейчас много всяких лишних мыслей в голове у молодых ребят, поэтому без какой-то дисциплины, без каких-то требований к ним предъявляемых, и это очень непросто. Если пустить, грубо говоря, все на самотек где-то, это может плохо закончиться, поэтому дисциплина, она, я считаю, здесь тоже имеет очень важный момент. Есть вооружение добрый полицейский, злой полицейский. Какой, Денис, ты тренер, как в этом плане дела происходят? Все равно уже под парнем между собой общаются, вы же слышите, ну, чувствуешь, наверное, обратную связь. Да, если честно, мое мнение, то есть я где-то, наверное, меньше проявляю, как сказать, злого полицейского, то есть стараюсь больше разговаривать, ну, как-то, больше пытаясь с ними на уровне находиться на одном, да, то есть на их возрасте, чтобы был у нас постоянный коннект, да, как говорится, постоянная связь, понимание с ребятами, а так, если постоянно там поднимать планку, кричать, спорить, ну, да, там, то есть поднимать вот эти вот разговоры какие-то, да, споры с ними, ну, соответственно, я думаю, что контакта не будет с ребятами полноценного. А если постоянно там, ну, нет, понятно, что где-то надо и повысить голос, понятно, что где-то надо поругаться. Да, и кнут, и пряник, то есть без этого никуда. Если постоянно и кнут, и кнут, и кнут без пряника, то это, я думаю, тяжеловато будет. Это провал. Саша, у тебя какое мнение по этому поводу? Обязательно нужно, чтобы в коллективе был определенный микроклимат. И тренер, я считаю, обязан этот микроклимат постоянно мониторить. То есть я должен постоянно смотреть, следить, как они между собой, как они ко мне, как я к ним. То есть это все процесс такой достаточно непростой. И когда где-то что-то чувствуешь, какой-то напряг пошел, надо разрядить обстановку где-то там, тренировку маленько, там не запланированно, раз там что-то чувствуешь, что ребята подустали, какую-то такую более эмоциональную сделал. То есть раз, у них где-то настроение уже появилось, на следующий день смотришь, уже глаза горят. То есть здесь такой момент тоже непростой. Ну и пару слов про тренировочный процесс. Что в основном происходит на тренировках? Какой футбол вы хотите видеть у своих парней? Ну, в данный период сезона у нас, скорее всего, как более поддерживающий режим тренировочного плана, потому что идет чемпионат практически бесперерывно. Каждую неделю игра, там даже бывает где-то две игры в неделю, то есть в основном, как лично я требую от ребят, это играть, не бояться футбол. То есть постоянно контролировать мяч, да, не пытаться там где-то сыграть проще, где-то его там на удачную какую-то, да, понадеяться. Потому что понятно, что это где-то бывает и приносит плоды, но если не учиться играть в футбол, то когда, да, то есть тяжеловато будет потом уже научиться там в 20-21. То есть, ну, это лучше сейчас заложить эту базу, да, не бояться получать мяч, не бояться разыгрывать этот мяч, не бояться отдать передачу, да, там вперед. То есть, а если без этого, ну, это будет тяжеловато. Саша, что ты от своих ребят требуешь? Да, я полностью согласен с Денисом, потому что если в юношеском футболе максимально упрощать игру, вот, то дети не получат, ну, какую-то определенную игровую базу. То есть, у них будет понимание одно футболу, что там, грубо говоря, просто там выбили мяч, поджали там, поборолись. Я считаю, что в этом сейчас, в нашем конкретном возрасте нужно максимально их как бы научить именно в комбинационной игре. Чтобы у них было понимание игры, чтобы они умели открываться, не боялись принимать мяч где-то рядом со своими воротами. То есть, за счет этого футболист, когда будет постоянно, будут ошибки, бесспорно будут ошибки, но вероятность того, что ребята научатся играть в футбол и не будут бояться этого делать, это намного важнее, я считаю. Ну и про итоги первого круга. Давайте чуть-чуть затронем эту тему. Как там у вас обстоят дела? Каждый, да, также по своей команде. И может быть уже за столько лет в юношеской футбольной лиге уже есть такие принципиальные соперники. Ну, итог первого круга. Сейчас подошли к экватору, да, у нас там есть еще одна игра в запасе. Ну, по моей оценке, по моим, да, рассуждениям, тоже думал, сидел. Я такой стараюсь по максимуму все оценивать. Ну, на мое мнение, мы пока что где-то на троечку, по пятибалльной системе этот круг начали. Четыре победы, четыре поражения. Где-то добрали нужные очки, где-то наоборот не дожали соперника, где можно было эти очки набирать. То есть с ребятами разговариваем, они все это прекрасно понимают, стараются максимально, да, бывает где-то фортуна не на нашей стороне, где-то отворачивается. Но надеюсь, что у нас есть для этого второй круг. Есть домашние игры, да, к которым нам приходят болельщики, помогают своей поддержкой. Ребятам, естественно, за счет этого намного легче зарабатывать эти очки. Я надеюсь, что во втором круге нам будет намного проще и постараемся набрать больше очков. Саш, Алтай 2008. Что там у нас? Я считаю, что набрали очков не так много. Это, конечно, огорчает меня в первую очередь. Но уверен, что каждый матч, который мы провели, где-то там проиграли, то ребята играли до конца, ребята не сдавались. Здесь, как говорится, каждый эпизод, каждый момент доигрывали до конца, несмотря на результат. Это, я считаю, тоже очень такой хороший момент. Ну, я для себя отмечаю, потому что не рассыпаются, проявляют характер. В любом случае, даже проигрышная игра, она может пойти в плюс, если бороться, играть до конца. Ну, есть, конечно, проблемки у нас и в атаке, и в обороне есть шероховатости. Но мы над ними работаем, поэтому, надеюсь, второй круг проведем более стабильно, будет больше побед. Будем радовать наших болельщиков. Ну, и кратко тезисно, за столько лет в юношеской футбольной лиге уже, наверное, есть принципиальные соперники. Мы, наверное, скажем, что Академия Динамо, ну, это дерби, тут уже и говорить ничего не надо, здесь постоянно заруба. А из других команд есть какие-то уже принципиальные команды, где прям особый настрой? Ну, по моему мнению, что прям принципиально-принципиально, наверное, для ребят это больше из принципа с Томском. Да, встречи какие-то у нас проходят постоянно более контактные, более спорные. Также с Новосибирском так же бывает происходит. А в принципе, с остальными командами нет какого-то такого прям постоянного противодействия, споров каких-то. Да, то есть, ну, есть Томск, есть Новосибирск. Новосибирск, это, наверное, уже с детства у ребят сложилось с этими командами, когда какие-то споры, какие-то постоянные контакты, стычки. Ну, из-за этого и получается принципиальность игры с этими командами. Ну, я своих ребят устраиваю выходить на каждый матч, как на последний. Не важно, какой соперник, не важно, в какой части турнира таблицы он находится. Вот, поэтому я считаю, ну, наверное, все, все 10 команд, точнее, все 9 команд для нас это принципиальные соперники. Это круто. Так, ну что, мужчины, вам спасибо за беседу, за то, что пришли. Очень будем верить, что второй круг пройдет по вашему плану, и в конце мы с вами встретимся и скажем, что оценка уже на 5 улучшили, да, и в дневнике исправили оценку на 5. На этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Любите спорт, и он ответит вам взаимностью.